доброе утро доброе утро ты же малейший бог кошака моя ты же мой хороший доброе утро кот который с утра меня все время будет ты же мой будильник когтястый до схуднул ты у нас в схуднул немножечко да у тебя зимой ну что с добрым утром ко мне нужно сделать маску на волосы так что пьем водичку и идем думать что мне сегодня сделать какую маску на волосы перед мытьем волос и так у меня тут есть корзинка с маслами сейчас буду думать что нанести на волосы девчонки если интересно вам обзор отдельный об этих маслах напишите в комментариях я тогда сниму отдельное видео и мы с вами поговорим о маслах пользе масел для волос в общем все в этом видео будет так что задавайте свои вопросы касаемо такого видео и если хотите видеть такое видео главное тоже дайте мне знать мне тут просто огромнейший арсенал разных масел поэтому да сейчас чтобы об этом обо всем не болтать давайте мы с вами отдельное видео с ними у меня здесь есть масло амлы от реше и это масло мне очень-очень сушит саму длину и сушит собственно говоря кожу головы поэтому она у меня здесь есть я вот думаю куда его теперь деть потому что мне но не подошло как-то у меня с ним не срослось еще есть вот такое вот масло тоже написано масло амла но здесь смесью масел у меня на него кстати есть подробный обзор в моем инстаграм если вы еще не подписаны на мой инстаграм проходите мискик 9970 я буду рада вас и это в числе своих подписчиков и виртуальных друзей и вообще я там как ваша виртуальная подружка делюсь теми средствами которыми я пользуюсь и снимаю на них маленькие обзорчики так что буду рада вас там видите конечно же не забывайте подписаться на мой канал чтобы не пропустить свежие новые ролики потому что инстаграм и youtube у нас сейчас такой если в этом не подписывайтесь не кликайте на колокольчик то вы мои потом видео просто не видите смешала и не там если хотите я вам тоже расскажу все свои рецептики но наверное не сейчас потому что я не успела заснять все процесс у меня здесь у меня даже кстати тут тайские масла для волос и да если кто-то хочет попробовать масло от реши амала напишите мне мы с вами договоримся как она к вам попадет в уроке она у меня абсолютно полная с первого за теста я поняла что она мне не подходит просто сушит это вот моя особенность какая-то хотя компания реши говорит о том что она прям очень очень хорошая качественно она кстати значительно отличается к примеру от масла амлы от добор хотя в доборе очень сильно химический состав тут прям маслом это прям знаете кот наплакал но она по крайней мере мне не сушит саму кожу головы так что так пишите если хотите то мы с вами договоримся как она к вам попадет я сейчас буду собственно говоря пользоваться этот масло которое я себе сейчас намешала час она всего забальтухается и все хотела сделать кстати маски какие-нибудь вот эти вот укрепляющие от шоконат либо маску пудинг кстати мнение вообще нравится я как вам уже говорил мне очень нравится те масочки так чем есть часами нас тут пол девятого а я тут уже запаздываю с масками потому что маску в среднем нужно держать где-то около 40 минут на волосах так что сейчас быстренько ее наношу и буду делать дальше свои дела хотя бы нужно позавтракать потому что я дико-дико голодная знать птица одинокая летит какой сегодня будет день солнечный или нет на небо все затянут просто но я рассчитываю на солнечную погоду мне хочется солнышко смотрите какие облака тяжелые пошла пить чай то и так не успею позавтракать когда проснется кирюха он у меня еще пока спит и я знаю что потом он мне не даст попить чай будет мне терроризировать надо кстати еще выложить вчерашний влог так что да кто не смотрел смотрите мой вчерашний влог птицы полетели так вообще кстати удобного такие вот баночки иметь наличие смешала масла пипеточкой и погнали это все распределять по волосам по коже головы я редко кстати масла наношу на саму длину у меня прям это редкий редкий случай хотя многие рекомендую носить это все и длину сушки как таркашки маленькие по коже кстати смотришь на свое состояние кожи и сейчас вот эти все подкожники которые у меня появились от антибиотиков они у меня все вылез и сейчас у меня старость одни лавки так как еще есть время пользоваться кислотами я это буду делать для того чтобы это все убедить но вот это краснота это конечно да это прям же скач но чисто валочки остались меняют радует так все пошло это все в полиэтиленку забабахаю и буду пить чай кайфуха но запах конечно специфический и да дайте знать комментариях хотите ли вы узнать рецепт от этого масла которого я как я мешаю домашних условиях в каких пропорциях пропорциях что я туда намешаю так что напишите мне и я вам одинненько это все сниму расскажу так что мы так думаю можно сейчас еще и маску на лицо забабахаю хочу кстати сделать маску вот это вот от jurassic spa она идет маска грязевая скраб для всех типов кожи так что она очень хорошо повышает иммунитет кожи у меня на нее есть отдельное видео здесь на канале проходите смотрите первое впечатление там я все не рассказываю если интересно конечно там прям я все посвящаю ей целое видео и у меня есть подробный обзор в моем instagram тоже если интересно заглядывать и смотрите я пошла думать а точнее запаковывать волос в маску в эту полиэтиленку и в шапку делать он этот хомяк мне напоминает меня я наверно тоже также со стороны сижу типа я не я это не я кто тут кто тут кушает никто не кушает привет 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 чё тебя опять выселили выселили тебя из домика ну бывает сейчас принесу покушать сейчас принесу вам покушать хрюндики моих хрюндики сейчас решила намазать бальзамчиком для бровей и ресниц укрепляющим от прибиотиков сибири сушки это маслица который мне очень сильно понравилось как увидите его во все активно пользуюсь уже вон сколько использовала если обращу точку будет еще меньше в общем мне так очень нравится данное масло и с помощью него я потихонечку отращиваю свои бровки но я им очень редко мажу реснички именно бровки у меня сейчас как бы я более-менее отрастила а вот реснички после болеечки после болячки у меня что-то как-то совсем какие-то хиленькие стали но вы вчера собственно говоря видели их накрасила их практически нет поэтому сейчас решила на 30 минут нанести данный бальзам на реснички и бровки если вы еще с ним не знакомы зайдите ко мне в инстаграм миски 99 70 у меня на него там есть отдельный пост обзор я там вообще все о нем подробно рассказываю так что заглядывайте а купить его можно вот с этого сайта прибёти 54.ru это российское производство натуральной косметики очень понравился данный бальзам так что смело рекомендую его попробовать еще видели как я жду весну достала аромат который мне понравился но вот это к сожалению просто боди лосьон монгерлен если бы это был монгерлен флораль я вообще была довольна но могу сказать то что если его чуть-чуть дозировать на себя наносить то очень даже неплохо наверное я взрослею и мне потихонечку стали нравятся композиции именно вот таких ароматов хотя вот чистый монгерлен в классической версии меня не цепляет но вот если вот этот монгерлен компонировать с другими монгерленами которые еще вышло ряд это просто темой герлен когда они выпускают какой-то один аромат а потом начинают придумывать там это как примеру черное платье там кутюр не кутюр зеленое синее черное платье сейчас же та же самая фишка идет с монгерленом в позапрошлом году был монгерлен в прошлом году осенью весной точнее вышел монгерлен флораль сейчас вышел монгерлен rose с добавлением больше туберозы поэтому да но вот этот аромат именно во второй версии монгерлен флораль мне очень нравится хочу себе полную размерку купить буду копить денежку и хочу еще лосьон монгерлен флораль если вы знаете где можно купить может быть это поэтому duty free купите мне я вам с вами мы спешите мне покупайте и мы я конечно вас его куплю возьму потому что очень люблю эту марку и очень понравился данная выкладывала заливала видео у меня кирюх тут немного поиграл разбросал игрушки кучками но пока он сейчас у меня обедает я думаю то что я возможно здесь местами наведу порядок но чтобы фэн-шуй ребенка не нарушать я много чего здесь трогать сама не буду потом сам соберет свои игрушки я приучаю к тому чтобы поигрался 1 вел какой-то беспорядок но за собой потом обязательно убрал и это я делаю не в приказном порядке а именно в договорной форме потому что мой сын относится к тому типу детей которые не являются удобными детьми он полноправный член семьи имеет свое мнение и мы с его мнением с супругом всегда считаемся до ему пять лет но несмотря на то что он еще у нас так скажем маленький ребенок все равно с его мнение что ему нравится что не нравится всегда имеет право сказать и если вот для него сейчас эта форма игры и ему сейчас так очень комфортно вот здесь знаете там где-то местами положил печеньки покушал какие-то что-то раскидал для меня это безусловно хаоса я человек порядка и для меня это не комфортно но уважая пространство ребенка уважая его интерес я не лезу в это и убирать он за собой будет сам хотя мне вот сейчас прям руки чешутся быстро это все раскидать собрать и вот чтобы все было чистенько и хорошо еще хотела вам показать то что мы сейчас будем делать помимо того что мы выполняем задание которое нам дает именно наш педагог с которым занимается кирюха я ему еще купила в магазине фикс прайс вот такие вот упражнения стоили кстати они недорого не недорого по 55 рублей поверьте мне пройдясь по множеству книжных магазинов специализированных как оказалось вот эти вот тетрадки могут стоить до 500 рублей поэтому я считаю что это была весьма выгодная покупка и здесь абсолютно разные задания которые развивают ребенка помогают ему думать логически а также они его наблюдательность то есть чтобы он был более внимательным выполнял задание где-то у меня кирюха выполняет правильно стопроцентно где-то он включает импровизацию и дорисовывает что-то где-то сам но в любом случае стараюсь это ему с ним практиковать потому что еще раз говорю нужно подготавливать ребенка в школе ась на сегодняшний день наше образование но нас приводит в такие рамки чтобы ребенок придя в школу он уже умел у нас читать писать логически мыслить желательно еще чтобы узнал дополнительный язык в общем это все ему пригодится для того чтобы поступить в учебное заведение ну что пошли мы с кирюхой наверное час уже покушал и мы сейчас ним пойдем немного позанимаемся а потом еще нужно будет погулять сейчас кирюха рисовали и я ему говорю сын нарисовал солнышко давай нарисуем еще облака ребенок затруднялся долго думал как же мы их нарисовать взял альбом пошел к окошку срисовывать облака давайте сейчас посмотрим что там получилось что там у нас она получилось ну вот видишь какие облака оказываются на небе да ты мой умничка ну что пойдем за стол они белые да ну смотри они не совсем белые у нас облака они немножко грязные солнышко появилось да видишь ты солнышко нарисовал и солнышко тут же появилась сегодня у нас кстати будет по расписанию выполнения вот этого вот задания мы сегодня будем учиться обвести картинку не отрывая карандаш от бумаги очень удобно потому что вот я к примеру совсем не педагог и я не знаю по большому счету как что правильно нужно делать в каком возрасте а вот такие вот тетрадочки очень помогают поэтому мамочки присмотритесь я думаю то что вашим деткам тоже это будет полезным но лишним точно не будет давай сын надо разукрашивай и будем выполнять дальше с тобой другие задания да может и все со мной выполнишь а вот это с папой сейчас мы с тобой попытаемся договориться хорошо ну хорошо давай будем хорошо блин только мы наверно можем феврале кататься на велосипеде дай кирюха только к вечеру после покурить ну давай крути педали у нас похолодало там очень-очень холодно это же кирилл шарфик делаю варежки опять комбинезоне признавайтесь какие витамины вы покупаете своим детям я сегодня купила кирюхи иммунооблепиха иммунитет витамишки перерыла весь интернет знаю что все хвалят витамины сайхерб но я вообще знаете что то с этим сайтом не дружу и у меня не получается тут еще смотри вот еще витамишка я вообще что-то полазила полазила посмотрела ладно потом доставим полазила посмотрела на херби витамины детские самые популярные покупаемые естественно они были раскуплены и там какие-то дико дорогие мы эти витамишки купили по моему за 500 до вот 566 рублей по моему это самая самая низкая цена которую я встречала на данные витамишки я их чуть вчера не схватила за 700 рублей за 60 вот этих постелок за вот этих вот мишек но вот нашла бюджет не намного чуть дешевле но не чуть и она 100 рублей даже больше практически на 200 рублей на 200 на 150 рублей дешевле ну так вот сейчас буду пробовать их пить точнее кирюхе буду давать потому что что-то как-то вот надо нам поднимать иммунитет после того как мы проболели напишите пожалуйста кто пробовал данные витамины именно для своих деток нравится или нет и вообще какие вы витамины покупаете детям если вы покупаете их сахер напишите какие именно потому что я там лазила буквально вот наверное недели полторы я именно по витаминам разным детским лазила смотрела и себе конечно я вообще там потерялась потому что во первых везде написано что это не витамины а бады именно на и хербе и я как-то знаете даже задумалась но в принципе бады биологически активная добавка тоже как бы в принципе можно употреблять не знаю в общем напишите в комментариях как вы к этому относитесь мне прямо дико интересно узнать ваше мнение и если вы какие-то определенные витамины пьете тоже пожалуйста напишите посоветуйте мне какие-нибудь витамины для меня лично потому что я как-то вот последние витамины которые я принимала внутрь это были витамины как раз для беременных это был комп ли не комплевит или вид про наталь по моему я пила себе пропивала когда была беременна и кормила грудь и все из того момента что-то как же я не особо сейчас я пропила буквально недавно цинк но он знаете не в зубного что называется как бы вообще нифига ничего никакой результат не дал и хотя цинк должен повышать иммунитет тот сын которая пропила пропила я не дешевый цинк но как вы поняли я проболела и особо то мне иммунитет не повысил что-то достать не можешь давай доставай ее вот как раз открывая жуй открывай витамишку и жить вообще тут написано то что данные витамишки их нужно принимать по одной в день но я думаю что надо будет почитать лучше потому что как бы наверное одна постилка в день это для профилактики а для повышения иммунитета наверно надо чуть больше все ура достал кирюха вот таки прилепилась давай все 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 отодрал все давай что и тогда расскажешь как тебе вкусно или нет вкусно что скажешь запечатаны вкусненько но отличненько так все давай тогда распечатывать а я пошла раздеваться у меня кирюх как обычно мы все мамочки меня поймут когда вы что-то вкусненькое покупаете дети тут же начинают хватать смотреть и что же это не сразу пробовать на зубок у нас ты по крайней мере дома практикуется как-то так все пошла раздеваться и надо думать что я сегодня буду делать какие вечерние процедуры для себя и получится ли у меня сегодня навести красоту и показать вам ее у меня тут еще один жилет 100 дарвин тоже пришел смотреть что мы тут купили да вкусно тебе нравится но и как-то тебе их покупала но и покупала тебе их для профилактики я их не помню как они понравились теперь они понравились как они были вкусные были